Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Почему в январе 2019 года не повысили пенсию на 1000 рублей? Нас спрашивают, а почему мне в январе этого года не повысили пенсию на 1000 рублей? Как это в свое время везде обещали. На что отвечаем и разъясняем, что страховые пенсии, как и планировалось изначально, были проиндексированы с 1 января на 7,05%. Индексация проведена выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на 1000 рублей в месяц. В то же время прибавка каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. Чем выше приобретенная в течение трудовой жизни пенсионные права, стаж, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, размер прибавки после индексации. Следует также помнить, что некоторые пенсионеры получают социальную доплату к пенсии, обеспечивающую их доходы не ниже прожиточного минимума пенсионера. Если в результате индексации пенсионные выплаты увеличились меньше, чем на 7,05%, либо вообще не увеличились, это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована. Скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволяет увидеть повышение. Дополнительно в таблице приводим конкретные суммы увеличения пенсии, исходя из ее установленного размера. Но, как мы сообщали ранее, в одном из предыдущих выпусках на нашем канале, для лучшего понимания важно посмотреть его, эта ситуация в ближайшее время изменится. В соответствии с изменениями, внесенными в апреле в Федеральный закон о государственной социальной помощи и Федеральный закон о прожиточном минимуме в Российской Федерации, теперь пересмотрены правила по счету социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионеров в субъекте. Если после просмотра выпуска у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи.